итак ребята всем привет началось наш очередное полнолуние сегодня у нас ноябрь 2019 года и мы с вами снимаем нашу великолепную луну будем смотреть за ней и наблюдать что же там сегодня происходит она наконец-то вышла из-за туч и мы сможем много чего заметить и посмотреть надеюсь вам будет интересно смотрим пока что простое движение давайте посмотрим замедлен кадре пока она не дергается камера стоит ровнее хорошо видим все все полностью движение ребят всю нашему итак мы видим полный круг и она потихонечку перемещается направо если присмотреться какие-то черные пятна есть смотрите вот посередине черные пятна не моря а именно черные пятнышки ребят надеюсь вы видите с левой стороны он веточка небольшая дерево и вот она перемещается папа как цвет поменял обалдеть можно скорее всего произошла фокусировка камера и очень хорошо вот эти видны черные пятнышки в самом низу вот этот кстати она сильно развернуты сегодня сам внизу расположен кратер тайка вот этот вот пупочек наш ручки от которого расходится и вот она у вас прям на глазах перемещается мы наблюдаем за ней в прямом эфире ребят пусть она немножко вверх вправо ползает но так такое движение реально относительно неба так она сейчас перемещается давайте тоже посмотрим момент потом по приближаем чуть-чуть засветилась то есть вышла из кадра подождите сейчас я попробую поймать и усердь ребят подождите сейчас попробую сфокусировать она же движется сами понимаете что вот она движется и соответственно чуть-чуть зафиксировать ну давай так я буду держать чуть-чуть руками помогать а мы будем смотреть ребят великолепный вид смотрите как она повернута четыре больших красных моря они находятся верхней с правой стороны видно думаю очень хорошо и в центре что-то горит и есть очень сильные черные пятна четыре пятна каких-то черных темных мы потом приблизим посмотрим сейчас пока так за ней понаблюдаем самое главное мы дождались я очень давно мечтал ее увидеть секундочку секундочку секунду-секунду вернем мы с вами звук их рукой чуть-чуть дерну простите так давайте приближать пока она не ушла давайте пробовать приближать потому что вблизи рассматривать намного интереснее так отлично что-то пролетело слева направо я сейчас видела надеюсь вы тоже видели что-то было может сейчас что-то еще пролетело плохо мне видно смотрю сбоку немножко наблюдаем за более крупные сейчас я камеру вот так чуть-чуть переведу для вас великолепный вид наконец-то две недели были тучи то есть постоянно облака через которые мы не могли наблюдать и что-либо видеть чуть позже я сейчас вам все расскажу покажу в программе что же сейчас происходит во первых видим эти изменения да как она повернулась и как она вышла великолепно вид шикарный ребят такс пролет все сильных никаких него туч как это белое или черное вид только прошло немножко затемнение произошло облака там есть на небе знаете вот они только разошлись но все равно еще ходят как там наши люки смотрите на люки особенно наблюдаете что там с ними происходит закрылись они или открылись контролирует их кто-то или нет смотрим за всем потому что не могу много чего не заметить экранчик почти не вижу вы мне обязательно пишите в комментариях что я мог просмотреть потому что чувствую бы шикарная ночь число сегодня у нас так 12 ноября 2019 наконец-то небо прям распогодилось и сразу же появилась полнолуния верхний кратер посмотреть можно тоже как бы пупойчик везде горят огни опять на луне как вы видите да точнее не огни а свечения изнутри луны если мы присмотримся вот она светит прямо изнутри такие как вот вспышки как будто сзади нее стоит какой-то прожектор или фонарь особенно с левой стороны прям по центру слева что-то освещает ну по крайней мере нам с вами там какая-то окажется на видео давай сейчас будем еще приближать ребят сейчас я чуть-чуть секунду поправлю камеру сейчас 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 вот так давайте приблизим посмотрим что здесь мы увидим верхнюю часть мы верхнюю часть никогда не рассматриваем почти давайте внимательно посмотрим верхушечку что же там есть облака во-первых видно все так что бегут облака вот эти тучи и вот эти большие моря представляете вот луна сейчас находится от нас на четыреста тысяч километров удаления километров ничего сказать на такое через такое большое удаление мы должны были бы конечно ее видеть более размытую расплывчивую но видим ее идеально по мне луна находится в тысячу километров над землей и диаметр ее совсем другой кстати вы можете это проверить таким путем что почитайте как пытались измерить расстояние до луны то есть это же трудно сделать ребят сами понимаете нет такого прибора что прям направить на луну и измерить расстояние и так же до солнца это делается математическими расчетами берется с нескольких точек земли смотрится луна смотрится в каком она положении там высчитывается угол как-то все считается но я в это не верю смотрите в этом черный кратер наверху тоже много белых точек с левой стороны вот это море не помню тут море спокойствия море влажности что это за море не помню как называется но если слева посмотреть вот светит вот этот огонек прожектор снизу внутри этого моря как будто дороги какие-то белые вы видите линии очень и очень хорошо видны кто-то там на луне сейчас чем-то занимается рулит так скажем как будто прожектор какой-то сквозь тучи идет вот смотрите в этом черном океане тучи прошли вот как будто он тусклее и поярче загорается видимо шикарное давайте еще приближать максимальное приближение это уже смотри сейчас секунду это у нас уже а 80 раз я приближал это 150 раз но уже с цифровым увеличением то есть 80 оптически остальное это уже цифровое мы смотрим жалко вот облака но тучи все больше и больше поэтому пока есть возможность давайте сейчас поснимаем потому что позже она может вообще зайти все что сможем мы заснимаем сейчас чувствую вот этот момент упускать нельзя все загадывайте желание луна это дверь есть предположение что сзади луны есть вообще отверстие луна четко закрывает его по кругу но мы можем только гадать и наблюдать что же луна именно такое есть видимость великолепная только мешается нам туча ребята мы чуть попозже посмотрим в программах в какой стадии луны в какой стадии относительно солнечной системы луна находилась что ее окружало все мы посмотрим все мы увидим сейчас же просто наблюдаем за полнолунием великолепный вид глазами такого зрелища рассмотреть не удастся боюсь что сегодня много конечно пропускаю на улице холодно достаточно тучи набегают все больше и больше но мы кажется с вами успели снять самое важное что-то сегодня происходит на луне что поменяет возможность чью-то жизнь или судьбу все сильнее и сильнее тучи заходят мы все равно смотрим мы ловим каждый момент потому что нам дорого посмотреть все и так было трудно дождаться дня когда же это произойдет когда мы сможем просто увидеть луну и это случилось слава богу слава лунным богам резкость конечно не супер чуть-чуть все подергивается но это потому что я держу помогаю рукой штатив вот у меня все тут сейчас ходуном немножко у меня штатив точно у меня знаете какой штатив за 100 рублей я с алиэкспресса заказал с гнутыми ножечками то есть я за эту гнутую ножку держусь и как бы немножко продолжаю вести камеру за луной мы с вами наблюдаем тучи все больше и больше я смотрю но вид великолепный не тучи вот такие облака сильные тучи разошлись конечно жалко вчера перед солнцем пролетал Меркурий малюсенькая планета наша случается это очень редко но к сожалению не было все все облачное только сегодня нам удалось заснять эти шикарные кадры луна находит сейчас в стопроцентной своей фазе сейчас я чуть назад оттяну я так по меньшему сделаю то есть луна сейчас находится именно в фазе стопроцентного полнолуния вид очень красивый снимаем каждый момент каждый кадр сейчас секунду музыка отключилась вот так сейчас я опять поднастроил отлично 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 вид шикарный если кто-то заметит какой-то пролет или же я сам когда буду пересматривать то внизу под видео я обязательно оставлю ссылочки на каких секундах посмотреть то есть обязательно внизу или вы пишите в комментариях обязательно кто что-то заметил во-первых светящиеся эти объекты горы пролеты все что вы заметили жду ваших комментариев мои друзья у нас с вами налажен диалог люблю с вами общаться читаю абсолютно все комментарии плохие и хорошие стараюсь на большинство ответить не удаляю никогда ни одного комментария то есть у кого какая совесть есть или какое желание тот пусть то и пишет я не против канал честный поэтому все для вас ребята кто пишет нормальные правильные вещи пусть пишет кто пишет негатив тоже пусть пишет все мнения мы учтем посмотрите вот на этот круглый контур абсолютно сейчас круглый да то есть не это не говорит что она именно шар но мы видим с вами плоскую монетку представьте что луна абсолютно плоская или же возможно она выпуклая но не наружу а внутрь то есть вы же можете представить своим глазами что в данную секунду она именно выпуклая внутрь мы видим внутреннюю часть и солнце также светит за нами за спиной и освещает ее всю я думаю как вариант такое возможно думайте об этом не считайте ее круглым шаром ее можно считать и плоской или вогнутой монеткой имейте ввиду ребята никто до конца не знает секретов луны хотя я знаю секрет но он очень страшный поэтому поведать я вам не могу об этом но много рассказываю думаю вы в восторге так же как и я что то пролетело может быть справа мне показалось вы если заметили обязательно пишите в комментариях обязательно наблюдаем шикарный вид луны сейчас попробую еще приблизить немножко луна сегодня взошла она была красная к сожалению не было возможности поснимать потому что она выходила из-за туч пока все тучи не зашли облака то луна не появилась сейчас она во всей красе слева черный кратер еще вот если посмотреть слева ниже вот этого светящейся точки светящейся смотри внизу черный кратер тоже какой то есть как бы внизу все освещено и вот это черный кружочек полноовал странно я никогда на него раньше внимания не обращал надо присмотреть что такое раньше я не видел его или просто не обращал внимания смотри смотри верхняя часть интересная смотри давайте просто немножко посмотрим облака начинаются опять тучки а небо все в белой пелене возможно мы сняли самый главный кадр вы знаете видите тучки прозрачные бегут я боюсь что он у нас прячется и закроется мы не сможем увидеть мы буквально поймали самый главный значимый момент сейчас я вам покажу как все выглядит еще в реальном масштабе ребят сейчас покажу вам небо смотрите сейчас секунду вот оно видите какое а там уже мешается палочка какая то ребят тогда ладно видите все небо в белых белых тучах то есть нам прям повезло повезло очень сильно сейчас я вам кое что покажу ребят как сегодня была расположена луна чтобы вы понимали и знали все вот оно небо вот оно небо все все в пелене уже такой серьезно серьезно сейчас мы с вами немножко посмотрим еще как все это выглядит в программе ребят давайте посмотрим вот наша программа вот наша программа солнечная система давайте ребята начинаем так все вот вчера смотрите был у нас Меркурий вот у нас солнышко крутится вот земля внизу едет так это уже число у нас далеко от 2020 года стоп 2020 нам не нужен сейчас 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 окей вот 11 вот 20 0 вот точное время сейчас ноябрь так теперь мы смотри нас вот сон что здесь мы сейчас найдем землю вот так оно было расположено смотри вчера был Меркурий когда между солнышком вот земля и вот Меркурий смотрите рядом с солнцем он у нас вчера был вот таким образом как маленькая черная точка но у нас к сожалению в том районе где я живу видите астероиды камни всякие летают то есть вот этот Меркурий находился между землей и солнцем можно было наблюдать вот такой затменьки но это масштабы приближенного смотрите сейчас нажму вот на эту кнопочку вот а ну тут земля тогда я сейчас на землю нажму смотрите со стороны земли мы посмотрим как все это выглядит вот земля вот сейчас сзади луна у нас и сейчас я вам покажу еще раз Меркурий ну там планета планета вот был Меркурий по факту но если мы нажмем этот масштаб приближен если мы нажмем на эту кнопку вот были реально такие есть солнца но очень-очень далеко Меркурий вообще было не видно но с большим увеличением можно было бы его рассмотреть то есть вот как бы реальный масштаб вот эти белые точки это разные спутники которые здесь вокруг луны вот смотрите вот движение сейчас небольшое сделано маленькое движение вот как бы крутится земля и вот наш спутник поехал вот мы вращаемся вращаемся а вон сзади у нас луна видите кончик луны вот вот так будет как раз вот мы сейчас проезжаем вот как раз Россию видите крутится вот она вот здесь Россия Время, нощище. Там справа сторона от Солнца остался Меркурий. Но это с научной точки зрения. Я сразу же не верю в эту точку зрения. Но я её рассматриваю в любом случае, ребята. Мы засмотрим всё. И вот сейчас мы видели Луну. Вот здесь на Земле находились и видели полнолуние. Как бы Луна вот с этой стороны. Но получается, что у нас, видите, Земля не закрывала Луну, когда она была сбоку почему-то. Мне интересно вам показывать. Это очень важно. Смотрим. Всё изучаем. Венера, Сатурн, Юпитер. Вот там. То есть вот таким образом всё происходит. Всё наше солнечное измерение. Вся наша Солнечная система. Я буду заканчивать. Смотрим видео. Шикарное сегодня полнолуние. Мы засняли. Вот смотрите, чёрную точку на обратной стороне Луны. Видите? Как она выглядит? Всем желаю удачи. Ребят. До новых встреч. Смотрим видео. Шикарное видео. Поехали. Побыстрее закручу землю. И. ПОКА. 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 ПОКА.